Около ста человек, родственников полицейских, задержанных по делу о смерти Владимира Цкаева, пришли к Дому правительства во Владикавказе с требованием объективного расследования уголовного дела. Владимир Цкаев умер в ночь на 1 ноября 2015 года после допроса в арестонском отделе полиции. Родственники считают, что он подвергся пыткам. Были задержаны 10 полицейских, двое из которых пошли на сделку со следствием. На митинг собрались родственники троих подозреваемых, которые полностью отрицают свою вину. Мы хотим объективного расследования. Если наши дети виноваты, то пусть совершится суд, скорый и справедливый. Но если они не виноваты, тогда надо предпринять все для того, чтобы этих молодых людей вернуть домой к своим семьям. Потому что у моего племянника двое новорожденных детей. Мы хотим справедливое расследование уголовного дела, которое обосновали на ложных показаниях одного. Тоже подсудимый, но видательски поступил ложный показатель. По какой причине других засадили в течение 8 месяцев, никому из этих 500 высших родственников не ясно. И мы требуем от этого большого дома, от главы республики, рассмотреть честно и определить виновника в убийстве Цкаева. Я стал жертвой, как я считаю, я это называю в фамилии своих руководителей уголовного роста, которые на тот момент были у меня. Которые меня вызвали в тот день. Я весь день находился дома со своей семьей. В 7 часов вечера, с 7 до 8, мне стали звонить, приедь на работу. На мои вопросы, что, зачем я там нужен, ничего не объясняли. Сказали, приедь. Я что и сделал. Приехал замначальника наш, покинул данное здание, которое весь день там находился. Эти все сведения я следователям говорю. Есть мои распечатки моих телефонов, есть детализации моих звонков, есть видеокамеры в здании, во сколько я пришел. Это все видно. И в вечернее время уже поздно, где-то в 21 час, когда мне стало известно, что Цкаев по данному преступлению находится до сих пор в здании. Хотя на тот момент я был уверен, что он уже у следователей находится, надо его допрашивать. В каком состоянии я его видел. Я вызвал скорую на угол Ленина, Бутырина, где находится УВД по зданию. Это было, это все видно на камеру. Никто не препятствовал ни работе скорой, никто не препятствовал ни ходу расследования уголовного дела в дальнейшем. Я не знаю, 3 числа спустя месяц, когда меня задерживали, так же ничего не объяснили. Меня данное преступление даже не касалось. Я отвечаю за имущественные преступления по городу Владикавказ, за их раскрытие. Преступления против личности ни с какой стороны меня не касались, не касаются. Поэтому я в тот день его раскрытием этого преступления против Плива даже не занимался. Следователями намеренно сторона потерпевших Цкаевых заведена в заблуждение. Они конкретно, ну и в мой адрес негативные высказания произносили. Хотя я неоднократно в вдове Цкаева говорил, что я не причастен, я с ней готов общаться, глядя ей в глаза, глядя и с ее детьми рядом. Мне бояться нечего. Я ее супруга голоса даже не слышал. Я даже его голос не слышал, не разговаривал даже с ней. В каком состоянии вилл попытались принять какие-то меры, ну, так получилось, что поздно приехала скорая. Ты можешь описать его состояние, когда ты его увидел более подробно? Конечно, это я и в допросах расписываю все это. Человек уже был без сознания, можно сказать, ну, в полу-без сознания. Его состояние стало ухудшаться уже, когда скорая приехала. Вот в тот момент уже стало ему уже, ну, он был уже неконтактный. То есть на вопросы не отвечал. Мы пытались ему искусственный массаж сердца делать. Ну, человек, как сказать, он был без сознания. Ну, одним словом вот так скажу и все. Ну, наша цель сегодняшнего сбора вообще здесь привлечь главу республики, правительство республики, чтобы взяли данное дело на контроль. После того, как это все случилось, Абузаров взял его на контроль. Ну, после того, как его не стало, уголовное дело расследуется, как попало. Ну, если так можно сказать. Следователями фабрикуются материалы уголовного дела. Необъективно. Никакой объективности в расследовании уголовного дела нет. Мы не просим нас спасти там, чтобы не были осуществлены. Мы требуем просто, чтобы не было беспредела. Потому что лица, кто совершил это преступление, сейчас они получат условные срока, которые заключили досудебные соглашения. И все, завтра никто больше, мы не сможем ни для кого застучаться. Практика судопроизводства показывает, что после таких соглашений уже, как правило, мы ничего не сможем сделать. А есть конкретные сведения, есть факты, которые в материалах уголовного дела есть, об их причастности. Членов инициативной группы пригласили внутрь здания правительства для беседы. Встреча прошла с руководителем аппарата правительства и главы Густем Казбекович Келехсаев во главе. Встреча прошла нормально, конструктивно. Выслушаны были все стороны, все представители фамилий, которые сегодня незаконно там содержатся под арестом. Была выражена готовность довести все наши просьбы и всю нашу тревогу до главы республики. Как только он подъедет в республику. Вот такое. Так что встречи удовлетворены.